здравствуйте дорогие мои подписчики и зрители моего канала сегодня тема моего видео это зубы зубная боль флюс и профилактика ротовой полости каждый из нас хоть раз жизнь испытывал зубную боль она бывает разной интенсивности и у каждого по-разному болит меня в частности когда болит то болит вся стороной и не поймешь какой из зубов именно болит потому знаю что у меня такая зубная боль я всегда ротовую полость санировала все пломбы на месте все на месте и когда у меня заболели зубы я была просто расстроена потому что все как бы на месте и пломбы и кариеса нет все хорошо и вот я столкнулась с таким заболеванием как внутренний флюс получилось что именно под пролеченным зубом пошло вот это гнойное воспаление как и наружный флюс так и внутренний флюс применяется вот такое полоскание соль чайная ложечка сода и несколько капель йода на стакан охлажденной кипяченой воды и полощем он очень хорошо выполаскивает это именно это гнойное воспаление если у вас наружный флюс вы выполощите все хорошо но все равно надо обращаться к врачу так как очах может просто перейти как бы вяло тихучее воспаление которое со временем может привести даже такому серьезному заболеванию как воспаление надкосницы но у меня в данном случае получился внутренний флюс вот этим полосканием я облегчила свое состояние и у меня сконцентрировалась боль в одном из зубов снимок это подтвердил я ездила полечила к врачу этот зуб но я бы хотела вам просто еще раз сказать что оставлять таком состоянии без лечения врача зуб нельзя это же ваше здоровье полоскание перекисью водорода очень тоже помогает при таких состояниях чайная ложечка развести в стакане охлажденной кипяченой воды тоже очень хорошо помогает но боль бывает такой интенсивности что никакие народные средства не полоскания не помогают тогда можно применить такие препараты как составляющие кетаролак это кетанов кетарол или немисулит составляющие немисин немисил пакетики очень хорошо снимают эту боль и облегчают состояние пока вы не пойдете к врачу но доводить так до такого состояния конечно не хочется вот ну бывают всякие случаи видите похолодание и вот воспалительный процесс прогрессировал для профилактики ротовой полости парадонтитов можно использовать вот такую зубную пасту лакалут актив очень хорошо она помогает но желательно в нее хотя бы раз в три дня добавить капельку вот такого масла чайного дерева это очень хорошее бактерицидное масло которое препятствует образованию зубного камня лучше сделать профилактику своей ротовой полости чем потом обращаться к врачу вот все что я хотела сказать в этом видео не болейте берегите свои зубы и свое здоровье всего вам доброго с вами была люси мили подписывайтесь на мой канал до встречи